Приветствую вас во втором выпуске вечерней школы по маппингу. В прошлом выпуске мы разбирали основы, которые помогут нам начать создавать карты. А теперь я расскажу, как применить эти основы в правильном направлении. Сперва я хочу рассказать о том, как правильно расставлять ноты и где лучше использовать слайдер, ноту или спиннер. Начнем с нот. Сингл ноты составляют в основном большую часть карты, хотя зависят от музыки и предпочтений маппера. Они могут расставляться на каждом тике или с разным промежутком. Сингл ноты могут располагаться по-разному на таймлайне, и то, как они расположены на таймлайне, мы можем получить 4 вида паттернов. Первое, сингл паттерн, когда ноты расположены в одно-второй. Второе, стрим паттерн, когда ноты лежат на каждом тике в достаточно большом количестве. Третье, бёрст паттерн, это то же самое, что и стрим, но только короче в несколько раз. Четвертое, это двойки. Обычно они идут друг за другом, с пропуском в один или более тик. Слайдеры используют при выделении вубов музыки, либо выражают продолжительный вокальный момент. Отличие слайдера от нот в том, что слайдер должен начинаться и заканчиваться на звук. Есть еще один нюанс. Слайдеры желательно не ставить на синие тики, только если на этот тик не выпадает сильный и выраженный вуб. Также я назову три основных вида слайдеров. Первое, стрим слайдеры. Это то же самое, что и стрим из простых нот, только сделан из слайдеров. Кик слайдеры, это короткие и быстрые слайдеры, которые выражают резкие звуки в песне. Главное отличие кик слайдера от простого в том, что он может заканчиваться не на звуке. В этом деле нужно быть максимально осторожным и не перебарщивать. Третье, это простой слайдер. Ну и заканчиваем спиннером. Спиннеры используют для выражения продолжительных и однообразных звуков. Короткие спиннеры ставить категорически воспрещено, так как это ломает карту и становится невозможно в нормальной ее пройти. Также один из важнейших аспектов это расставлять новое комбо. Если в карте будет идти череда нот от 1 до 1000, это будет очень некрасиво и неиграбельно, из-за визуального аспекта. Новая комбо ставится на букву Q. Выбираем необходимую ноту, где нам нужно сделать новое начало комбо и прожимаем клавишу Q. Теперь о расположении нот. Ноты нужно расставлять так, чтобы минимизировать оверлап объектов. Оверлап это наложение объекта друг на друга. Также ноты должны равномерно располагаться по всей области, чтобы не оставалось пустых мест на карте. Это можно проверить в комбинации клавиш Ctrl плюс A. Вот так должно получиться в конечном итоге. Самое главное в расставлении нот это структура. Ну, о структуре поговорим в следующий раз. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем гайде. Также не забывай заходить на стрим этого канала. Ты можешь всегда задать интересующий тебе вопрос и я постараюсь на него ответить. Пока.